Всем привет, я Наталья и в этом видео я покажу, как я справляюсь с тонкой прилипшей кутикулой и будет пошаговое покрытие ногтей гель-лаком. А начну я с обзора новых материалов от интернет-магазина Фиоре. Гель-лаки Фиоре итальянского происхождения. Упакованы в очень красивую коробочку, а на колпачке флакона показан реальный цвет гель-лака. Это очень удобно и поиски нужного оттенка не займут много времени. Гель-лаки Фиоре не имеют неприятного запаха и большинство оттенков отлично ложатся с первого слоя, а некоторые потребуют два тонких. Гель-лаки Фиоре азавады, в Watchmen, вhook и гель-лаки Фиоре бина, вхook и гель-лаки Фиоре, вхook и гель-лаки Фиоре, вхook и гель-лаки Продолжение следует... Итак, моя коллекция гель-лаков пополнилась, а также у меня кучуковая база и топ безлипкого слоя, их сегодня будем тестировать. Целая тысяча безворсовых салфеток, эти салфетки жесткие и не оставляют ворсинок на ногти после обезжиривания. А также средства для обезжиривания ногтей и снятия дисперсионного слоя, антисептик и масло для ногтей и кутикулы. Девчонки, кто заинтересовался, все ссылочки на материалы будут в описании под видео. Итак, на ноготках нанесен слой базы. Девочка самостоятельно укрепила ногти, но на некоторых ногтях уже есть сколы. Немного базы я аккуратно спиливаю пилочкой, но до голого ноготка я снимать ее не буду. И опиливаю форму. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пушером кутикулу у меня не получилось отодвинуть. И я очень осторожно начинаю счищать птеригий. Нужно определить, где граница между ноготком и кутикулой. Фрезой я стараюсь ногти не касаться. Весь упор идет на работу с кутикулой и на счищение птеригия. Фреза крутится в направлении реверса. Скорость средняя примерно 15 тысяч оборотов. Раскрываю кутикулу, ноготка я стараюсь фрезой не касаться. Эта фреза считается безопасной, но в неумелых руках она превращается в очень опасный инструмент. Субтитры сделал DimaTorzok Затем я удаляю кутикулу фрезой шар с красной насечкой. Диаметр фрезы 2,9 мм. Фреза крутится в направлении реверса. Скорость средняя примерно 15 тысяч оборотов. И получилась вот такая колбаска. Итак, маникюр готов. И теперь приступаю к поэтапному покрытию ногтей гель-лаком. Обезжириваю ногти. И наношу бескислотный праймер. Итак, сегодня я тестирую базу ИТОП от Фиоры. База достаточно густая, и она предназначена для ломких и тонких ногтей. Я сначала втираю в ноготок тонкий слой базы. И затем добавляю материала побольше, чтобы укрепить ноготки и сделать выравнивание. Просушиваю. И после того, как укрепила все ноготки, приступаю к дизайну. На коротких ногтях вертикальный дизайн всегда смотрится очень стильно. И к тому же он визуально удлиняет ногтевую пластину. Я приклеиваю свои любимые наклейки-полоски и обрезаю лишнее. Затем крашу ноготки красным оттенком от Фиоры номер 002. А между полосками оставляю прозрачное пространство. Но это лишь на время. Продолжение следует... Просушиваю. Теперь заполняю вертикальную полоску гель-лаком Фиоры под номером 174. И маникюр становится немного волшебным. Просушиваю. Просушиваю. Остальные ногти будут полностью красные. Просушиваю. И завершаю маникюр топом Фиоры без липкого слоя. Этот топ дает очень хороший глянец. И к тому же защищает покрытие от сколов и повреждений. Продолжение следует... Просушиваю и маникюр готов. Девчонки, если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok